В госслужбе по чрезвычайным ситуациям не хватает 8 бригад спасателей. Из 574 машин только 64 повышенной проходимости и могут эффективно работать в плохих погодных условиях. Пожарным помогают волонтеры и независимые аварийно-спасательные службы. Это ни для кого не секрет. Техники недостаточно. Я вам больше скажу, количество пожарно-спасательных подразделений, а также спасательных служб на территории не только Одесской области, но и на территории всего государства недостаточное. По сравнению с европейскими странами, по количеству спасательных служб на количество населения, а также на определенную территорию гораздо больше. К сожалению, штат мы увеличить самостоятельно не можем. С начала года в регионе произошло около 7 тысяч пожаров. Часто причиной чрезвычайных ситуаций становится несоблюдение элементарных правил безопасности. Для предупреждения пожаров спасатели проверяют готовность одесситов. Работа профилактическая продолжается в школах, в учебных заведениях, в детских садиках. Вот сейчас проходят внеплановые проверки. На сегодняшний день почти 1400 объектов общеобразовательной и социальной сферы проверены нашими сотрудниками, в ходе которых мы указываем не только на недостатки, но и отрабатываем учебные эвакуации. Спасатели говорят, многие попросту не следуют инструкциям. Этим они подвергают опасности не только себя, но и других жителей. Особенно пожарные обеспокоены халатным отношением родителей к детям. Очередной трагический случай произошел на территории Одесской области, в селе Староказачье, где погибло двое детей. Это говорит о том, что родители продолжают беспечно относиться к собственной жизни, к собственному здоровью и к здоровью своих детей. Оставили дома одних, включили на обогрев непонятно что. В итоге трагедия, погибло двое маленьких детей. Продолжение следует...